Делюсь опытом от Rosemart Bank SE. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, к сожалению, мы допустили нынешние реалии, в том числе касаемые и YouTube. О планах, как обычно, медленно затягивать гайки, дабы не сорвало резьбу, было известно еще, наверное, года три назад по поводу понижения скорости, ну и потом выключения ее насовсем. Как, собственно, и обо всех планах на будущее, только не хочется нам в это верить. Тем не менее, я считаю, что это нарушение моей воли выбора и воли выбора миллионов человек, которые любят смотреть видео на YouTube, получать как какие-то эмоции, так и получать от образовательного контента какую-то полезную информацию, в том числе, что несет и мой канал. Однако же, мне это дело нравится и буду продолжать выкладывать видео, хотя сейчас это очень сложно делать здесь. Ну и пользуясь случаем, буду продолжать выкладывать видео на ресурсы группы ВКонтакте, Яндекс.Дзен и вот это вот клона YouTube, которая называется платформа. В общем, и туда буду заливать. Однако, мне хочется, чтобы вернули скорость в YouTube, возможность выкладывать и просматривать видео на этом видеохостинге, которому нет равных во всем мире и не портить своими запретами себе карму. В общем, хватит о грустном. Давайте уже распакуем вот эту коробочку от Tronsmart, где находится уже следующая вот в этой ветке Bang матрешки, так скажем, самая маленькая пока что. Колонка, однако, больше, чем вот эти стандартные. Интересная подсветка, есть ремешок, чуть меньше мощности, есть, возможно, стереопары, технологии SP умного звучания. В общем, погнали. Вот в такой вот стильной, привычной для Tronsmart на коробке поставляется данная колонка. На задней стороне все основные характеристики. Написано, что аккумулятора должно хватать на 24 часа. Ну, по факту, где-то часов на 16 при самом максимальном прослушивании музыки, даже 15 приблизительно, но это далеко не мало, потому что колонка достаточно мощная, но максимальная громкость ее прослушать, это такое себе. Открывая коробочку, в отдельном пакетике инструкция. Причем в инструкции, друзья, есть русский язык, ну и можете поставить на паузу, чтобы посмотреть ее основные характеристики. Брошюрка о запатентованной технологии, вот такой вот аудиопереходник Jack 3.5, USB 2.0 на Type-C для зарядки. Ну и что необычно для колонки, это вот такой вот ремешок. Ну, такой, как дорожный ремешок с неплохими вот такими вот карабинчиками. Ух ты, вот это когти. И сама колоночка, друзья, вот так вот она выглядит. Есть кто помнит, да, вот такие вот тоже такого размера магнитофоны приблизительно были, вот с такой вот. Как бы мы не хотели, мод все равно, да, и все в принципе повторяется. На ручке вот так вот стильно логотип Tronsmart. То же самое касается на лице колонки, с тыльной стороны никаких надписей нет. И что хорошо, друзья, они сделали вот так вот ярко, еще, по-моему, светящимися вот эти вот кнопки. Когда в темноте хочется не нащупывать, а точно попасть куда нужно, хорошо, что они вот такие вот. Кнопка включения, кнопка SP режима, минус-плюс, то есть прибавить-убавить звук, перелистывание треков, плей-пауза. Он же ответ на громкую связь. Колонка так же, как и все, поддерживает громкую связь. То есть можно и как Bluetooth гранитурой пользоваться. Стереопара и управление подсветкой. На ручке вот такие вот две петельки. Прицепить данный ремешочек. По бокам вот такие вот пассивочки, да еще и с подсветочкой. Прям барабаны-барабаны, они замкнуты в воздушном пространстве. Вот я одну нажимаю и вторая так же реагирует. На дне колонки вот такие вот фетровые мягенькие ножки, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью. Ну и гасят вот эту какую-либо вибрацию. Ну а на тыльной стороне вот под такой вот толстенной герметичной крышкой, которую не так, кстати, легко снять, находится весь основной софт. Это отверстие Reset. Не знаю, для чего оно в колонках, никогда еще не пригодилось. Разъем USB. Можно вставить в колонку USB флешки для прослушивания музыки. По-моему, она только должна быть не в папках, а подряд треки должны быть. Type-C для зарядки колонки. AUX-выход, проводной вариант. И можно вставить microSD-картой памяти также с вашей музыкой. Такая вот красотища. Видите, какая подсветочка. У прошлой версии моргали только края. И вот такая вот линия была. Тоже очень симпатичненько. Здесь вот так вот четыре таких круга. В смартфоне отображается в ее Bluetooth-соединении уровень заряда 90%, при том, что оно у меня достаточно долго лежало уже. И кодек SBS, который сейчас включен. Управление подсветкой. Можно выбирать разные режимы. Либо выключить ее совсем. Также отличие от Benk Max и Benk, то, что этой версии пока что еще нет в приложении Tronsmart. То есть, недоступен вот этот ручной эквалайзер с разными режимами. Но ничего страшного. На самом деле, я им пользуюсь только тогда, когда показываю вам в своих обзорах колонки. Друзья, мне нравится этот размер. Вот он какой-то не слишком большой, как тот. И не слишком маленький, как вот обычные вот эти колонки. Типа Cher 4, да, вот это всякие. 40 ватт вот в таком аппарате, да нормально. Как-то вот в походе, когда много с собой вещей взял и как-то еще хочется колонку. Вот эта вот штука, ремешок, естественно, регулируется, да, понятное дело. Вот эта штука будет полезна. Давайте первый раз ее включу и скажу свое мнение. То, как я слышу эту колонку, нравится она мне или не нравится. Потому что, к сожалению, ни с какой техникой, ни с бинарной головой, даже если бы у меня здесь была бы студия звукозаписи, но если только очень прям крутая, то можно было бы, в принципе, приблизить вот эту передачу звука, ту, которую услышу я, потому что вы это все услышите через абсолютно разные свои динамики. Динамики своих наушников, своего смартфона, своего, не знаю, колонок компьютера, ноутбука. Это все будет абсолютно по-разному звучать. Поэтому здесь стоит опираться вот на ощущения, первые вот эти ощущения, первые эмоции того, кто обозревает. Я постараюсь вам это максимально правильно передать. Бас глубокий. Я такие спокойно сейчас пока включаю. Включаю SP режим. Такой более объемный звук. Я понимаю, что источник звука вот, и отсюда слышать звук, музыку странно. С вот этим SP режимом, вот тут тронс просто хорошо, она разбивается прям сильно на частоты, на такие интервалы, и звук как будто бы блуждает. Такое создается ощущение действительно умного звука. Здесь это есть. Я решил сразу проверить и бас, и громкость. Она очень громкая. Поначалу я здесь максимально прибавил, а здесь было где-то на, наверное, процентов 30. Сейчас еще 70 добавил, это прям вот больше не хочется на самом деле. Здесь комната 20 квадратов, здесь вот так уже ее. Вот это долбит, вот это да, вот это мощно. Не, я понимаю, что это не самая крутая колонка вообще, которую я когда-либо слышал, я вам честно это заявляю. Хорошая колонка с хорошим звуком. Я бы так сказал, его вполне достаточно. Как в плане по частотам, средний, низкий и высокий. Низкий здесь тоже хватает. Вот этот выход, он прям дает это бум-бум-бум-бум-бум. А когда реально близко, даже в груди немножко отражается. Вот этот эффект, который многим нравится. Просто я говорю о том, что это за свою цену, это прям топчик. Это прям хорош. Это не дорогущие колонки Marshall. Она, конечно, с ним никак не сравнится, там, с какими-то профессиональными колонками, нет. Но за свою цену она вас полностью удовлетворит. Это я прям более чем уверен. Возможно, я когда максимум звук делаю, микрофон не влавливает и начинает хрип давать. На самом деле, очень чистый звук. И уже и так подальше. Хочется погромче врубить. Единственное, что могу отметить, то, что колонка вообще не с круговым звуком. То есть у нее весь звук идет сюда. Когда слышишь ее вот с этой стороны, то есть находишься вот с тыдной ее стороны, ощущаешь себя немножко обделенным. Есть такой момент. Потому что звук идет туда. Колонку более чем вам и рекомендую. Ссылочку на нее я оставлю для вас в описании под этим видео. Кстати, друзья, если какие-то ссылки на канале не работают, пожалуйста, не поленитесь. Напишите об этом в комментарии под видео. Постараюсь найти и исправить. Сейчас тоже там и на Алиэкспрессе многое что перепутывается. Так что, пожалуйста, не поленитесь. Напишите. Ну, а я постараюсь найти и исправить, чтобы вы нашли уже тот товар, который искали. В общем, мое мнение таково, что это отличный подарок как для себя любимого, так и для своих родных и близких. Прям классно. За свою цену вообще шикарно. Поделюсь с вами своим ощущением, своим опытом. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх и приятные комментарии замотивируют меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности. Ладость сердца. С вами был Ёж. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok